Добрый день, уважаемые посетители портала СИА-ПРЭС, очередная военная конференция и продолжаем говорить о культуре нашего города, неотъемлемая его часть, это библиотека. И сегодня поможет нам разобраться в перипетии библиотечной жизни, информационной жизни нашего города, директор Сургутской центральной библиотечной системы Надежда Васильевна Жукова. Добрый день, Надежда Васильевна. Здравствуйте. Спасибо, что согласились ответить на вопросы нашей редакции и посетителей портала. И первый вопрос будет от нашей редакции на понимание, то есть что сегодня представляет себя библиотека, как ее назначение и зачем люди приходят в современную библиотеку, на Ваш взгляд. Ну, это долгий разговор может быть, и для того, чтобы понимать, что мы не можем, это не может стать основной темой нашего сегодня разговора, я попытаюсь коротко ответить, может быть, на это. Это учреждение культуры. И мы сами прежде библиотекарь задаем себе вопрос, зачем люди приходят к нам. И совсем недавно, ну, некоторое количество лет тому назад мы очень активно обсуждали этот вопрос и создали концепцию нового образа библиотеки, которые три среды культурных обозначили. Это традиционная библиотека, это виртуальная библиотека и библиотека как культурная среда для коммуникации и общения. И сегодня в каждом из этих направлений есть задачи, которые библиотекари для себя определяют и создают все условия для того, чтобы эти задачи выполнялись. И я могу сказать, что в каждом из этих направлений есть свои пользователи, есть те люди, которым это необходимо, и они приходят, каждый за своими. И значительная часть приходит за традиционной книгой. Это 50 с лишним тысяч человек физически приходят в библиотеку. Виртуальная библиотека, это 77 тысяч пользователей. Это совсем недавно сайт, который мы делаем, и занимаемся наполнением его. И культурная среда, да, посещений у нас очень много на культурные мероприятия. И тот, кто следит, знает, что у нас очень много встреч с писателями проходит. Есть клубы по интересам. Я назвала цифры, достаточно большое количество горожан приходит к нам в библиотеку. И это говорит о том, что библиотека сегодня востребована. И говорит о том, что нужна библиотека или не нужна, пока физическое посещение библиотеки вот в такой статистике. И она уже достаточно убедительна, что да, библиотеки сегодня востребованы, нужны и необходимы городу. А вот среди тех 50 тысяч людей, вот каков портрет этого читателя и меняется ли он со временем, на Ваш взгляд? Да, меняется. Мы мониторинг делаем, поскольку нам важно, что мы должны, чем мы должны пополнять фонды. За последние пять лет с 15 до 23 тысяч увеличился читатель ребенок до 14 лет. То есть активно идет прирост, ну, видимо, и с рождаемостью связан. И мы во взрослых библиотеках открыли детские абонементы. Вынуждены были это сделать и по просьбе родителей, и просто потому, что дети приходят с родителями, и хочется им тоже сделать свое предложение. И мы сейчас во взрослых библиотеках открываем детские абонементы с детской книгой. Ну, в Центральной городской библиотеке тот, кто приходит, заметили, что такая зона на первом этаже есть. Вот, увеличился возрастной, ну, вот после 40 читатель. Есть проблемы с молодежью, это вот с 14 до 25 лет. Эта группа на уменьшение идет, потом на увеличение, ну, то есть вот такая нестабильная. Ну, эта задача для нас важная, поэтому мы пытаемся сейчас сформировать предложение для этой группы, чтобы эти люди пришли. И такие есть. Это «Библия ночь», вот мы делаем, это «Тотальный диктант», это встречи с писателями, хотя это тоже в большей степени для более старшего поколения. Ну, и дальше будем развивать эту тему, чтобы молодежь была в библиотеках активнее. Вот буквально у нас сегодня появилась на сайте информация о мероприятии, посвященном известному детективу и Шерлоку Холмсу, да, то есть вот был проведен в одном из колледжей города вот это мероприятие. То есть это действительно в этом направлении, да, Дюс, когда не ждете посетителей у себя в стенах, а к читателю идете, да, то есть это такое, я так понимаю, развитие. Мы делаем оценку того, что читают люди, их выбор. У нас сейчас выбор свободный доступ к библиотеке. И тот, кто приходит в нашу библиотеку центральную, заметили, что у нас сейчас нет абонементов и читальных залов. Вся библиотека в открытом доступе по направлениям. И когда мы делаем анализ и понимаем, во-первых, юбилей у Шерлока Холмса, а во-вторых, читают детективы, ну, это не самый плохой автор. И по просьбе, и в рамках сотрудничества попросили, ну, почему бы нет, мы сделали это мероприятие. Вот, действительно. И летом я встречал ваших коллег, сотрудников на железнодорожном вокзале, когда они предлагали книгу в дорогу. То есть это тоже ваше было мероприятие. Ну, тоже такая акция была. Она, кстати, мы ее планировали, и у нас не было таких больших ожиданий, таких эмоций, которые мы получили. А эмоций было гораздо хороших больше. И очень так радостно было, на таком вдохновении просто сотрудники проводили это в мероприятиях. Люди брали книги, спрашивали, то есть мы не ожидали, то есть разбирали мгновенно. Хотя мы достаточно много привозили на перрон книг, спрашивали, и сотрудники железнодорожного вокзала, то есть просили, чтобы мы оставили им. Ну, несколько было удивлений даже и у наших сотрудников, и у меня от того результата, который мы получили. То есть у нас не было таких ожиданий. Это хорошее. Акция, на мой взгляд, интересная. Вот интересно, кухня любого проекта, а вот каким образом рождается идея в стенах вашей библиотеки? На примере любой акции там или проекта расскажите. Ну, у нас есть календарь дат. Есть постановления правительства, есть вещи, которые мы обязаны выполнять, как, например, 200-летие со дня рождения Лермонтова. Но важно, чтобы это и совпало еще и с нашим ощущением, с нашим пониманием, с жизнью нашего города, и чтобы наши читатели разделили наши предложения. Ну, на какие-то крупные акции, которые проходят в стране, мы тоже пытаемся формировать свое представление о том, как может в этом участвовать библиотека. Ну, например, вот идет Олимпийская, у нас Олимпиада. И некоторое время тому назад совместно с Ледовым дворцом мы обсудили вопрос, ну так в скобках я возьму, экспансия учреждений культуры на территорию спорта. И сейчас там рассматривается проект с такой, условно говоря, спортивной библиотеки или информационно-библиотечного центра по спорту и здоровью и сбережению библиотек. Это будет электронная библиотека. Проект уже готов. На мой взгляд, это очень интересный проект. Я не знаю аналогов такого проекта. И если у нас все получится, то это тоже будет интересно. Но мне кажется, это шло прежде всего от жителей города. Потому что недостаток информации спортивной литературы вывел нас на эту тему. То есть у наших фондах не очень много книг. Теперь нам стало понятно. Но и Олимпиада в этом смысле тоже свою задачу поставила, потому что это интересно людям. И вот вопрос тоже от читателя, может посетителя, а может быть нет. Но вопрос касается об обратной связи. Как построена обратная связь между библиотекой и посетителем всех библиотек, филиалов, библиотек имени Пушкина сейчас? Обратная связь между библиотеками? Мы думаем об этом. И это не случайные вещи по обратной связи. Потому что нам тоже очень важно. В части комплектования мы проводим опрос. Как правильно те деньги, которые нам даются, распределить, что закупить. И что мы отказали в течение года. Мы берем в понимание того, надо нам это или не нужно. Это если единичный запрос, значит мы его найдем другим способом приобрести. Если это повторяющийся запрос, недостаточно этого направления литературы, значит мы думаем о том, что нам этот отдел нужно пополнить и скомплектовать. Это по комплектованию. Если брать информационную часть, то мы просим наших читателей, когда они регистрируются или записываются, оставлять электронную почту. Мы ведем и такую переписку. Информируем, если, допустим, книги не было на тот момент, книга поступила, мы можем дать информацию, да, прийдите, пожалуйста, ваш заказ ждет вас. Если читатели говорят о том, что им нужна информация о мероприятии, значит мы отправляем эту информацию. Ну и по телефону тоже, если, допустим, нет электронной почты. Мы стараемся через стенды на площадках учреждений культуры и на других. Мы общаемся со СМИ, безусловно. И еще у нас в каждой библиотеке есть тетрадь предложений. В этом году вот 67 было записей в тетрадях разного свойства и по качеству обслуживания, и предложения о том, что бы хотелось, и по оценке деятельности работы нужно ознакомиться. Ну такая тоже очень полезная вещь. Ну и в принципе есть дежурный администратор Центральной городской библиотеки, когда можно всегда задать прямой вопрос и получить ответ. И, кстати, ну и сайт тоже это является. И сайт, там есть виртуальная справка, да, спасибо. Там есть виртуальная справка, по которой можно задать любой вопрос. Или специалист, или директору. Ну то есть мы готовы отвечать. Это касается и вопросов по организации услуги библиотечной, и по содержанию деятельности. И, кстати, действительно я хочу такой небольшой пример привести, что действительно виртуальная приемная работает, и она привела к тому, что было, ну, с моей стороны письмо, о том неплохо было бы разместить каталог памятников города, который сдал департамент экологии. Вот, и буквально через месяц переписки какую-то, и все, то есть этот каталог появился на сайте. То есть действительно связь, она прямая работает, и действительно... Нет, ну это было хорошее ваше предложение, и поэтому мы быстро его обсудили в тот же день. На самом деле, то есть очень оперативно реагируют те люди, которые отвечают по направлениям деятельности, не специалисты с хорошим стажем и профессионалы. Кстати, да, вопрос о кадрах. Каким образом пополняется Ваш коллектив? В основном кто приходит? И какой-нибудь тоже портрет коллектива Вашего сегодня? Ну, специалистов приходит не очень много, я имею в виду библиотеки. В основном это педагоги. Ну, по разным причинам. У них не случилось стать учителем, наверное, так бывает. Они приходят к нам, и в зависимости от того, какие у них ожидания, они могут пройти либо курсы, переподготовки, либо получить второе образование. У нас с Академией Челябинской договор, сотрудничество, и раз в два года они делают набор, и поэтому люди работают, получают два образования. То есть, ну, например, филологическое, чаще всего это так, и второе, это уже по профилю библиотечное или там библиограф, библиотекарь. Ну, я не могу сказать, что в библиотеке могут работать не специалисты. Библиотека требует своей специфики, и мы стараемся, чтобы при приеме на работу обсуждаем это сразу. Я сама веду прием на работу, и обязательно это проговариваю, чтобы человек получил либо курсы, либо закончил Академию. Потому что некие знания нужно иметь для того, чтобы быть в этой профессии. А сколько сейчас человек работает в центральной библиотечной системе? 200 человек. 200 человек. У всех персоналов всего, да. У всех филиалов, да. Да, у нас 12 библиотек, 9 центральные, это центральная городская имени Пушкина, которую многие знают, центральная детская библиотека на строителей, и 10 филиалов в микрорайонах. Город активно развивается, расстраивается, и есть ли сейчас планы, намерения прийти в новые микрорайоны, или сейчас нет таких жестких нормативов по обеспеченности техники? Они есть, они есть, их пока не отменили. Конечно, они сделаны еще в советский период, и тем не менее они есть. И у нас процент обеспеченности города библиотеками 30, это невысокий процент. И тема обсуждается в городской администрации о том, что открываются в новых микрорайонах аптеки, магазины. Важно было бы в шаговой доступности иметь там библиотеки. Ну вот в конце года нам распоряжением администрации выделено помещение на Комсомольском, 153 квадратных метра. В том районе нет библиотеки, это будет детская библиотека с взрослым абонементом, смешанная. По типу она будет, мы рассматриваем ее как детскую. И вот я уже рассказала о проекте в Ледовом Дорце. Это планируется электронная библиотека. Как это все получится, ну, есть у нас ожидание, что это будет хорошее проект. То есть по ожиданию, то есть библиотека на Комсомольском, она в этом году заработает или... Ну в этом году нам выделены деньги на проектирование этой библиотеки, потому что это было медицинское учреждение, и нам оно передано. А если будут деньги, как были, например, деньги в прошлом году дополнительные, мы сделали ремонт на железном микрорайоне ЖД, если деньги будут, значит будет ремонт. Ну нет, значит, 15-й год. Конечно, хотелось бы раньше, потому что там необходима библиотека. Там есть районная библиотека, но на мой взгляд этого недостаточно. Микрорайон большой, он разрос, высотки везде. И, конечно, читателей там будет достаточно. Я не сомневаюсь даже в этом. Я в этом не сомневаюсь. И любопытные наши посетители спрашивают по поводу некой такой запретительной терминологии и тенденции. И приводят пример Омскую библиотеку, что там вот прийтили выдавать там определенные книги определенных авторов, ну что ссылаясь на некий новый закон о защите детей от вредной информации. Как вот в фургутских библиотеках обстоят дела с этими правилами? Ну, закон, он и есть закон. Его нужно исполнять. Другое дело, кто является исполнителем этого закона. На мой взгляд, всегда нужно вдумчиво. В данном случае мы очень долго изучали этот закон, собирались не один раз, как там поступить. Поскольку, ну, тоже неоднозначно восприняли ситуацию, когда там плюс 16, плюс 7, и каждую книгу нужно промаркировать. Ну, много вопросов было у нас. Ну, исполнять закон мы обязаны. Поэтому и в нашей системе есть документ, который определяет вот эту возрастную категорию на каждой книге. Правда, не мы являемся экспертами по обозначению этих возрастных ограничений. Выступают пока издателями, что им тоже не очень нравится, а все зависит от эксперта. Вот эксперт так решил. Значит, оспаривать это, ну, сложно. Поэтому мы для себя нашли следующий такой компромиссный подход. Если родители, согласие родителей, мы получаем на то, что да, эти книги ребенок может получать, значит, мы данные книги выдаем. Вот мы следим за тем, как происходит обсуждение исполнения этого закона. Он непростой для издателей и для библиотекарей, но и у населения он вызывает очень много вопросов. И министерство сейчас готовит дополнение к этому закону, который, на мой взгляд, ну, создаст хотя бы какую-то базу, более-менее понятную, почему эта книга имеет вот это ограничение, а вот это вот это. Потому что вопрос же и дальше обсуждается, и в музеях тогда нужно делать эти ограничения. То есть с этим как-то надо научиться жить. И здесь просто, на мой взгляд, не нужно вот так резко и кардинально вести себя библиотекарем. В каждом отдельном случае нужно подходить индивидуально. Кстати, со скольки лет можно записаться в ваши библиотеки? Ну, родители приходят просто с грудными детьми. И у нас есть комнаты, где происходит общение родителей. Не запрещается приходить. Ну, и мы делаем для самых маленьких, те, которые начинают уже говорить, громкое чтение или там ролевые игры. У нас есть сайт «Как стать великим». И там, начиная с рекомендации о том, что можно почитать детям, в каком возрасте, мы сопровождаем и родителей, и детей. То есть для разновозрастных. Посмотрите, на мой взгляд, это интересный сайт. И какое-то тоже время назад, я уже в прошлое обращаюсь, мы были, получили первое место в России за организацию такого сайта. Оно было очень высоко оценено специалистами, профессионалами и сообществом, которые пользуются этим сайтом. Сейчас мы делаем модернизацию его, и я думаю, что он будет еще интереснее, чем был. То есть о самостоятельном, то есть 14 лет, как я так понимаю, то есть когда человек получает... А, ну паспорт, да, самостоятельно, да. А в принципе нет, у нас очень много детей до 14 лет, которые 23 тысячи. Я, например, радуюсь этому. Еще 5 лет назад у нас было 13-15. Ну сейчас вот эта цифра растет. Ну меняется читатель и меняется запрос. А вот как идет процесс комплектования? И влияют ли на него вот эти законы по госзакупкам на вашу вот эту деятельность? Да, они создают много сложностей. Ну, тем не менее, все равно запрос формируем мы. Запрос формируем мы. Другое дело, что возникают какие трудности? Те, кто участвует в аукционах или в конкурсах, они выполняют часть заказа, что легко, и та часть, которая, может быть, нам очень нужна, ну просто мы вынуждены будем, бывает, иногда расторгать и делать претензию, но потом снова запускать эти деньги, а рынок не стоит на месте, он уходит. Я не знаю, понятно ли я сказала, это очень специфический уже вопрос. Конечно, отчасти мы теряем. Вот есть такая форма, как у единственного источника, но это тоже непростая, потому что в нашем городе, в других городах это несколько по-другому, у нас очень четко. Под каждую книгу нужна лицензия. И, конечно, просто вагон никто отправлять не будет. Тоже свои сложности есть. Но, тем не менее, на мой взгляд, нам удается создать оптимальный фонд, мы не стараемся многоэкземплярность, дублетность, чтобы была большая, или многоэкземплярность, чтобы книги были в ассортименте. Но, на мой взгляд, у нас получается. По крайней мере, тенденция к отказам у нас уменьшается год от года. Мне кажется, более успешно мы формируем сегодня книжный фонд традиционный. Ну и плюс еще есть виртуальные, когда мы заключаем договор, и ЛитРес есть, например, уже электронные читальные залы, где тоже во временное пользование можно подписаться и получить доступ к каким-то ресурсам. Я вам уже говорила, что эти пользователи тоже активно сегодня с нами сотрудничают. Их почти 80 тысяч. А каким образом, ну, вот у зельщиков, понятно, там они знают единицы хранения, а вот в библиотеке каким образом можно посчитать фонды? То есть как... Ну, как по книгам считают. Ну, то есть сколько их сейчас? 500 тысяч. 500 тысяч. Ну, так, я без единиц. Это то, то есть центральные библиотеки, филиалах, так получается. Да, да. И основную нагрузку несет, конечно же, библиотека имени Пушкина. И вот если вернуться к моменту проектирования, то скольки бы этажные здания вы бы сейчас построили? Вот если смотреть на сейчас то, что вот какие запросы есть, какие перспективы вы для себя видите? Ну, знаете, я возвращаюсь к концепции. Когда мы с вами говорили о традиционных библиотеках, то она в этом смысле. Вот вы заходите на наши бывшие абонементы, сейчас это залы художественной литературы, отраслевой литературы. Они большие, людям хорошо. И когда они приходят, они сами выбирают книги. В том случае, когда им нужен консультант, они подходят. И не библиотекарь главный, а посетитель библиотеки, главная персона и главное лицо. Ему удобно так. У нас в выдаче книг с того момента, когда мы отказались от жесткой привязки к тому, что библиотекарь выдает книги, значительно увеличилось. Потому что человек сам просматривает полку, ему кажется, и вот это ему важно, и вот это вместо двух книг, которые бы ему выдал библиотекарь, он берет там семь книг, десять. Очень удобно, и мы получили хорошую оценку вот такой формы организации пространства Центральной городской библиотеки от посетителей. Первое время было напряжение, потому что, наверное, 80% — это устойчивые читательские, ну, как сказать, одни и те же читатели приходят, то есть они устойчивые, постоянно приходят в библиотеку и, в принципе, с читательским билетом много лет одним и тем же, не перерегистрировавшись только. И вы задали вопрос. Про объемы, да, то есть хватает, не хватает, какие бы... Ну, бывают у нас запросы, когда, например, приехал, там, ну, я не знаю, Курбатов приехал, книги на полке исчезли, у нас их немного. Ну, наверное, заказывать мы не будем, я не думаю, что такой самый читаемый. Там Толстая приехала, тоже книги исчезли на полке. Ну, наверное, не стоит заказывать 20 экземпляров книг для того, чтобы они просто создавали наличие фонда, но не были в активном обороте. Задача библиотеки — оптимально сформировать фонд, чтобы он активно обращался. Поэтому мы исписываем книг достаточно тоже много. Почему? Потому что, ну, активно есть книги, которые очень активно обращаются. Ну, мы отслеживаем запросы читателя, и если мы читателю не дали книгу, и этой книги у нас нет, мы ставим ее на дозаказ. И потом ищем ее в индивидуальном порядке, эту книгу. И если таких запросов несколько, я тоже уже об этом говорила, то мы стараемся, чтобы она в нашем фонде появилась. Если это единичный запрос, есть другие формы и способы дать помочь этому читателю по данному запросу. А действует сейчас межбиблиотечная книга? Действует, да. И он запрашивается, ну, аспирантами в основном, студентами в основном. Ну, бывают и те люди, которые учатся в колледжах искусств или там особой какой-то специальности. И у нас таких книг не очень много. Ну, да, мы заказываем такие книги. Ну, вообще фондами мы занимаемся и серьезно, и предметно. Детскими фондами. Они у нас активно увеличились, эти фонды, потому что читатели дети выросли. Сейчас, да, родителей очень много. У нас организованы сейчас во многих библиотеках совместно с департаментом образования центры такие по внеурочной деятельности. И это тоже отдельная тема для разговора. И тоже мы делаем подборку книг для детей, когда они в течение года, составляем с ними план, и они читают эти книги. Конечно, стараемся, чтобы обеспечить вот эти планы книгами тоже. То есть задач у библиотеки на самом деле очень много. Просто они для определенного, может быть, сегмента. Как мы уже с вами говорили вот перед нашей встречей, кто-то выбирает музей, кто-то ходит в пилармонии. Но есть устойчивая часть населения, которая приходит в библиотеку. И когда люди говорят о том, что мы читали, а сейчас перестали читать, мне сложно с этим согласиться, потому что есть статистика. Она достаточно стабильна в нашем городе. Ну и как раз, наверное, вопрос будет к месту по поводу конкуренции интернета, электронных книг и печатного издания. На ваш взгляд проигрывает ли борьбу традиционное издание? Или как соотносится сейчас вот эти формы носителей информации? Ну, наверное, соотносится. Потому что с какого-то времени у нас был сайт, который пользовался единицами запроса. Сейчас, я вам уже сказала, это почти 80 тысяч, которые обращаются. Но мы много делаем для того, чтобы этот сайт содержательно наполнять. И сейчас идет оцифровка. Главная задача последующих лет и текущего года – сделать оцифровку краеведческих изданий и местных газет. Чтобы они, полнотекстовые базы данных, были у нас представлены в части краеведения. Вряд ли нужно делать весь фонд, поскольку это можно взять и в других библиотеках, уже сделанных, и нашими федеральными библиотеками. Нет смысла тратить зря силы. У нас государственная окружная библиотека и игры работают активно очень с этим. Поэтому мы стараемся сделать то, что важно для нашего города и может быть представлен наш сайт, и вызывать интерес и у других регионов именно краеведческой частью. Пользователи увеличиваются год от года, причем увеличиваются активно. Проигрывает или не проигрывает? Мне кажется, это возможность выбора. Просто выбора. Кому-то нравится это, кому-то это. Кто-то приходит в библиотеку просто для того, чтобы пообщаться. Это тоже сейчас активная среда, которая востребована в библиотеке. Я вам говорила, что у нас есть такая форма, как самоорганизующиеся, я так их называю, общественные клубы. Как, например, страноведческая гостининная. Когда люди приходят, чтобы поговорить, где они были, куда они собираются, поделиться впечатлениями, взять книги. Но вот специальным образом ничего не делается для этого. Например, тотальный диктант. Специальным образом ничего не делалось. Вот просто возникло такое предложение, и библиотека стала активной площадкой. И сейчас мы открыли клуб русского языка, и вы участники. Я сегодня так и удивилась, и мне было это очень приятно, узнала. И клуб работает. Есть и другие формы. Как электронный гражданин, когда мы учим людей. Мне сложно их назвать пенсионерами, потому что это люди 50-летнего возраста. Это 55-летний, это абсолютно активный жизненный еще возраст, когда люди приходят и получают для себя эти навыки и знания. Это очень благодарная, кстати, такая публика. И тоже это место, где для людей кажется важным быть и получать эту информацию. Понятно, то есть всегда будут такие... Я не могу сказать, что да, мы сейчас... Наверное, библиотека меняется, безусловно. Она меняется, потому что мы не можем не меняться, мир меняется. Что бы мне хотелось видеть для того, чтобы вот библиотека была... Ну, наверное, прежде всего это хорошее помещение. Вот я зашла к вам и говорю, как мне нравится, у вас здесь можно просто сесть, пообщаться. У нас таких мест мало в библиотеке, то есть культура, организация пространства сегодня. Хотелось бы, чтобы в Сургуте была в библиотеках, ну, другой. Другой. Я не могу сказать, что мы сегодня... У нас плохая материальная база, вот я знаю, как в других, в средней полосе и в других регионах. Не могу так сказать. Но город у нас амбициозный, и открывается очень много центров красивых, куда просто хочется зайти. Ну, я имею в виду вот сети, мол, где там разные предложения. Конечно, хотелось бы, чтобы и библиотеки тоже были, ну, вот такого европейского уровня. Кстати, да, вот есть, наверное, как у вас профессионалы ориентиры в России и за ее пределами, которым хочется стремиться. Вот поделитесь вот этими своими соображениями. Ну, все, что касается России, мы, я очень отслеживаю это, и мои сотрудники следят за этим очень тщательно. И все то, что касается информационных технологий, менеджмента качества, образования сотрудников, мы следим. И там, где нам кажется, что что-то появляется новое, мы сразу же пытаемся внедрить у себя, собираемся, создаем группы, которые именно в этом направлении работаем, устанавливаем связи. Ну, и с Челябинскими институтами, с Кемерово, и с Москвой. То есть нет таких сегодня учреждений, с которыми мы бы не находились, ну, я бы сказала, даже в активном взаимодействии. Поэтому мне трудно здесь сказать, что есть такого, что вот сегодня мы бы не рассматривали или не обсуждали. Не думаю, что я заблуждаюсь на этот счет. Все, что касается, допустим, европейских каких-то форматов, да, безусловно, есть страны, которые сегодня, ну, мне кажется, вызывают зависть у меня. Такую профессиональную, человеческую. Это Швеция, это Норвегия, это такие вот примеры, Финляндия. А вот у меня даже был вопрос здесь о бесплатности библиотек, да. Вот там все, это бесплатно. Очень многое бесплатно, поскольку я была в Корее. Там принцип библиотек образования на протяжении всей жизни. И эти места назначены. Да, это образовательный центр, в том числе информационный образовательный библиотечный центр. Там очередь по библиотеку. Вы заходите, вестибюль, если стоят скамеечки. Закарается номер, ты можешь войти в зал библиотеки. То есть там образование на протяжении всей жизни. И местом этим государством назначена библиотека. Понятно, что есть разного уровня образовательные учреждения, но библиотека одна из них. Мне кажется, это хорошая задача для библиотеки. И мы сегодня тоже пытаемся быть таким местом. Я вам говорила о внеурочной деятельности, которой сегодня мы совместно с департаментом образования этот проект реализуем. И приходят читатели, родители приходят. С читателями, детьми пришли родители, что важно. Вот, допустим, в этом случае. И везде там поддерживается на уровне государства. Это международный стандарт, что библиотеки – это бесплатное место. Ну как бесплатное? Бессловно, оно имеет цену, оно существует на налоги, налогоплательщиков. Но сегодня в Конституции есть закон библиотечный 1993 года о том, что библиотеки – это не место, где зарабатывать. Это не коммерческое. Это не коммерческое предприятие. Конечно, денег, которые вкладываются в библиотеки, на мой взгляд, как, наверное, скажут, и другие учреждения культуры, недостаточно. И было бы побольше средств, наверное, и люди бы по-другому себя чувствовали. И понятны опасения наших людей, которые задают вопросы, что и образование много становится платным, и культурные учреждения тоже предлагают людям платные услуги. То есть, ну и думают, что и в библиотеке тоже будет наступить момент, когда она перейдет на большинство средств платных услуг. Нет, мне кажется, это не случится. Это не должно случиться. Хотя у нас есть несколько услуг платных. Это касается аренды зала, это ксерокопия. Ну, там есть еще отдельные виды. Но это незначительные для, собственно, задачи такой нет. Нет, безусловно, мы радуемся, когда у нас получается заработать деньги, которые мы можем использовать на образование сотрудников, на улучшение комфортности пребывания, на улучшение качества обслуживания, потому что мы являемся региональным центром по качеству в округе. Ну вот, в связи с тем, что мы стали лауреатами премии правительства России в 2010 году, получили этот знак качества, то нам поступило предложение стать этим центром. И сегодня мы для работников культуры округа ежегодно проводим либо семинар, либо встречу организуем для разговора об этом, на эту тему. Ну, и часть вашей деятельности – это, как вы уже говорили, деятельность не по поводу книги, а по поводу коммуникации между людьми или между информацией и людьми. И такой проект – это большое чтение. Вот немножко о нем поговорим. Кому в этом году будет посвящен, какому автору, какой книге посвящен будет этот проект в этом году? В этом году 200-летие со дня рождения Михаила Юрьевича Лермонтова, и нам показалось, что это хорошая дата, это поэт, большой поэт. И совпало это и с темой, и тема нам показалась интересной, хотя очень сложной, героя нашего времени. Это название одного из его произведений, которое будет издано как предлог для разговора. На самом деле тема шире. К каждому проекту мы готовим концепцию. В концепции такие философские, может быть, размышления, проблемные для жизни каждого человека. В первом проекте у нас было преодоление себя, это с Джеком Лондоном. Вторая тема – это домострой, о том, что такое семья, кто должен быть главным в семье, роль жены, роль мужа, дети. Мы не делали каких-то прописных истинных, то есть мы ни в коем случае не брали на себя роль. Мы просто создавали возможности для разговора и для обсуждения у каждого свое видение. Вот в чем-то приходили к какому-то единому мнению, в чем-то не соглашались. Но на самом деле идея – это диалог. Это диалог жителей друг с другом о темах, которые их волнуют. И вот сейчас «Герои нашего времени». Конечно, тема непростая, можно хрисоматийно к ней подойти и сказать, да, это плохо, это хорошо. А можно обсуждать, кто герои нашего дня, есть ли такие герои, были ли они. Ну, в общем, много вопросов. Я приглашаю всех, пользуюсь этим случаем, следить за информацией. Вот совсем скоро мы будем делать презентацию этой книги. И дальше уже будут афиши, где будет прописано, где будут происходить встречи, разговор. И партнером в этом проекте у нас Государственный музей имени Лермонтова Тарханы. И уже обратил внимание, что конкурс сочинений, да, запущен? Да, совместно с педагогическим, государственным педагогическим университетом мы, да, будем делать конкурс сочинений. Ну, вот, если бы вам было с 15 до 24, вот, как бы вы сформулировали ответ на этот вопрос, герой нашего времени? Вы знаете, когда я вам сказала, я ведь не говорилась, это очень трудная тема. Я даже не ожидала для себя, сколько вопросов возникнет у меня, и как сложно вести будет этот проект. Потому что для меня сложно, однозначно. У нас будет выставка «Невольник чести», это тоже такая проблемная выставка, я советую людям сходить на нее, поскольку есть сегодня у нас разные темы, которые мы можем говорить. Исходя из нашего города, мы обсуждали персоны, кто бы мог стать участником, ну, вот, в виде персон в нашем городе, это в разговоре. И согласятся ли, я сейчас не буду об этом говорить, потому что решение до конца не принято. Потому что чье мнение было бы важно в этом разговоре. И я сейчас однозначно тоже не могу вам ответить на этот вопрос, потому что, скорее всего, это, опять же, наверное, диалог. И образ это, является ли Печорин героем, или он не является, если исходить из этого. А в одном из разговоров, когда я разговаривала, мне был задан вопрос, а Пушкин является героем нашего времени? Вы знаете, я так для себя сразу ответила, да, является. Хотя, сложно сказать, но вот... Судьба бы его сложилась сейчас очень, ну, тоже непросто, как и в то время. Нет, мне кажется, он является и сегодня, потому что вот это наше все. Я, знаете, это такое... Но ведь задача не прийти, может быть, к какому-то абсолютному, абсолютной истине. Это процесс. Вот задача библиотека — очень аккуратно организовать этот процесс, чтобы люди обсуждали эту тему и для себя, может быть, открыли... Может быть, узнали себя, может быть, узнали что-то про жизнь. В принципе, в каждом проекте ставится такая задача. Ну и, в конце концов, открыли книгу, которую только когда-то обращались во время обучения в школе, или, может быть, в институте. То есть это тоже будет не менее важно, что этот факт встречи произойдет. Вот вы знаете, с одной стороны, очень много в средствах массовой информации говорится о том, что люди не читают. И общаясь с друзьями, со знакомыми, тоже часто это говорят. Но когда мы объявили список произведений Джека Лондона, и какой рассказ мог бы войти в сборник «Любовь к жизни», очень много людей, оказалось, читали Джека Лондона и знают его. Очень много. То есть это вот в противовес тому мнению. Были самые разные предложения. Ведь в сборник вошли, предложения не мы выбирали, не библиотекари. Это жители выбрали, читатели выбрали и составили этот сбор. Очень много споров было, какое произведение должно туда войти. И я так для себя понимаю, ну а вот это тогда про что? Вот где эти люди, которые ведь они читают? Дома строй мы очень долго обсуждали. Очень долго. Потому что был очень большой список произведений. Ну на сайте можно посмотреть, с каких произведений выбиралось. Был определен круг авторов. Круг произведений, о которых люди бы хотели говорить. Но это же читающие люди, которые ведь знают, почему они делают это предложение. У меня такое неоднозначное мнение к тому, что люди перестали читать. Вот у меня нет такого очевидного. Пока недоказуемо это. И пока электронная книга не очевидна лучше книги бумажной. У нее масса недостатков, начиная с того, что действительно нужно ее зарядить, как минимум, не забыть. А бумажная книга всегда может быть с собой того формата, который вы предпочитаете. Ну, наверное, такой немножко банальный вопрос, но я не могу его не задать о том, какая непрофессиональная книга лежит у вас сейчас. Рядышком на столе, который хочется читать для души. Ваша книга сейчас. У меня как-то по-разному все. Вообще, я на самом деле читаю, наверное, не очень много непрофессиональной книги, очень много читаю профессионально. И в большей степени, ну, может быть, это уже связано с… перечитываю. Перечитываю. Это классика, да? В большей степени, да. Ну, да, скорее классика. И такой еще вопрос задают наши посетители, связанный с тем, что, на мой взгляд, не хватает библиотекам, чтобы отвечать запросу сургутян на получение качественного обслуживания. То есть вот как бы вы ответили на этот вопрос? Ну, я приглашаю, если есть какие-то проблемы, потому что за этот год мы много… За последние несколько лет мы очень много сделали в части качества. У нас единый электронный читательский билет. На мой взгляд, я сегодня не знаю примеров в округе и в области. И не потому, что это достоинство, но у нас это получилось. Мы такую задачу поставили, другие, может быть, решают другие задачи. То есть сегодня, зарегистрировавшись, получив читательский билет в одном из филиалов, вы с ним можете быть пользователем любой библиотеки нашей системы. Мы перестали обслуживание, производить читательных залов, абонементах, я вам уже сказала. То есть сегодня все выдается на дом, за исключением редких книг и особо ценных. Все. Вы все можете взять домой. Мы создаем электронные ресурсы. Я тоже вам говорила, это краеведение. И активно стараемся продвигать все то, что происходит в библиотеках, даем информацию. В каждой библиотеке есть книга предложений. Пожалуйста, сегодня при входе в центральную библиотеку есть компьютер, в котором вы, не обращаясь в библиотеку, можете получить информацию о том, что у вас на руках, вы можете продлить самостоятельные книги. То есть мы развиваем такие сервисные услуги, которые могут сэкономить время наших посетителей и их пребывание в библиотеке. Поэтому, когда заходят и говорят, в библиотеке мало людей, но, наверное, это отчасти и то, что мы пытаемся сделать очень много в таком незатрудительном для посетителей режиме, чтобы они могли самостоятельно быстро решить те задачи, которые им необходимы. И информируем по электронной почте, если это есть необходимость у посетителя. Я сейчас не знаю, что еще сказать. Вот первые такие нововведения, мне кажется, они сегодня далеко не во всех регионах России сделаны. Далеко не во всех. В 2014 году для Саргута год особый, это и год его юбилея, 420-летие, и год культуры так вот совпало. А какой ваш будет вклад в эти две даты, в эти два события? Ну, у нас тут большое чтение, это главное событие. Затем мы будем продолжать проект «Стойбищное чтение», это разговор о продвижении все-таки краеведческой литературы и общении с коренным населением. Ну, есть у нас уже некоторый опыт, понимание про этот проект, нас в нем поддерживает Гоголева и Айпин, и я думаю, что в этом сотрудничестве мы этот проект будем продолжать развивать и дальше. Ну, наверное, будет «Тотальный диктант», который очень активно из крупных мероприятий сейчас. Библия ночь будет в этом году? Библия ночь планируем, да. Ну, для меня это сложный такой формат, я небольшая сторонница этого мероприятия, но, как я поняла, было очень много посетителей, меня не было как раз, было в отпуске. Было очень много посетителей, и люди ждут этого мероприятия. Ну, если ждут, и им нравится, почему нет? Ну, опять, наверное, молодежи, интересно, как был это необычный формат таких мероприятий. И был писатель... Ну, сейчас игры, очень много игр, библиомания, библиомафия, приходит очень много людей, ну, все они познавательные достаточно, и поэтому будут у нас мест не очень много, вот таких свободных зон, как вот, я уже говорю, организованных, для общения. Вот вопрос, наверное, непростой, но его нельзя не задать, связанный с детской библиотекой. То, что сейчас находится в микрорайоне Строитель. Есть ли какие-то планы у вас и администрация города об изменении и местоположении издания для центральной детской библиотеки? Да, этот вопрос находится, мне кажется, в числе приоритетных и важных вопросов для директора департамента, для заместителя директора, который сейчас курирует эти вопросы. Мы выезжали, поступало несколько уже предложений, я не буду сейчас... Но они в той или иной степени не улучшили бы положение центральной детской библиотеки, и я благодарна руководству, что она поддержала меня в том, что мы не приняли это предложение, и, ну, действительно, это не улучшило бы. Рассматривается вариант в ядре города, который сейчас формируется, проект есть. Ну, дай Бог, чтобы это получилось. Но это одна из важных задач. Конечно, хочется такой детский центр, центральную детскую библиотеку, где было бы мост. Тем более количество детей увеличивается. И если мы их сделаем читателями с детства, то есть надежда, что они и во взрослом состоянии будут активно пользоваться вот этой возможностью, которую создает город в нашем городе. А я считаю, что город поддерживает библиотечную отрасль. Не могу сказать. Выделяются фонды на комплектование, средства на комплектование. У нас получается обновлять парк компьютерный, который тоже создает возможности для развития виртуального. Ну и некоторые небольшие деньги, но даются для культурной программы. Поэтому если возникнет такой центр детский, где это тоже можно будет все активно применять, то, мне кажется, город от этого станет лучше. И жизнь людей качественно тоже будет другой. Пока никаких дат, конкретных сроков предложения, к сожалению, неизвестно. Нет, обсуждение идет активное. Это я без лукавства вам говорю. И сейчас есть предложение, которое нам нужно посмотреть. Но тоже оно такое неочевидно. По большому счету, конечно, нужно строить. Новое здание, в котором предусматривать уже такой европейский стандарт. С мультимедийными, активными зонами, игровыми, тихим читальным залом. Много разных предложений. У нас эти есть предложения. Я уверен, что они будут услышаны, потому что мы с вами в этом вопросе единомышленники, что культура – это приоритет развития для города. И так к этому пришли уже во многих европейских странах. Развитие человеческого потенциала – это сфера культуры, на мой взгляд. И такой вопрос связан с предстоящим юбилеем библиотечного дела в Сургуте. Потому что сегодня появилась информация на сайте, что вы уже начали к этому готовиться, к январе 2015 года. То есть что будет еще, может быть, предпринято для обозначения этой даты? – Мы планируем издать книгу. Книга не о том, как была история библиотечная. Такая книга уже есть. Но пока есть предложения, которые обсуждаются. И еще в 2015 году будет юбилей округа, юбилей библиотеки. Это же 2015 год, 85-летие округа. И мы планируем следующую книгу проекта сделать, большое чтение на 60-й параллели, книги «Сказки, легенды и мифы народов Севера». И сейчас уже обсуждаем макеты этой книги. Мне кажется, это будет один из самых интересных проектов, если все получится. Задача такая – к юбилею библиотеки издать вот две книги. Ну, если… – Это да, то есть будет действительно полезно. Еще раз развернуть разговор об традициях культуры и слове коренных народов, которые живут на этой территории. Одно дело – признание читателей и обратная связь с читателями, а другое дело – признание профессионального сообщества. То есть вот на ваш взгляд, какое место занимает наша библиотечная система в профессиональном сообществе округа и России? Вот на ваш взгляд. – Ну, нам было предложено на базе Центральной городской библиотеки организовать Центр по качеству округи. Но сегодня это активно обсуждаемая в сообществе тема, не только в нашей профессиональной сфере вообще. Это сегодня такая на поверхности тема. И мне кажется, это тоже оценка деятельности нашей библиотеки. Ну и потом, премия правительства России – это непростая премия, ее непросто было получить. Это не написать документы сюда. Мы прошли два этапа, сюда приезжала комиссия, которая очень тщательно, я бы даже сказала, предвзято смотрела, поскольку они были в удивлении о том, что библиотека заявилась на этот конкурс. И когда мы были в Доме правительства и представляли свой стенд, то там были очень крупные города, мегаполисы и крупные промышленные предприятия, которые тоже подходили к нашему стенду с некоторым удивлением. Ну, как минимум, мы удивили. Более того, мы с первого раза стали лауреатами. Даже не номинантами, мы стали лауреатами. Я считаю, это высокая оценка деятельности нашей коллектива. И мы получили поздравления от министерства, от федеральной библиотеки, от очень многих. Я думаю, что эти поздравления действительно были искренни, поскольку мы первая библиотека, которая стала лауреатами премии правительства России. Ну и в этом году у нас, я считаю, каждый год происходит какое-то событие, которое позволяет нам говорить о высокой оценке деятельности библиотеки. Специалист нашей системы участвовал в конкурсе в Всероссийском библиотеке года, и она вошла в двадцатку лучших, но впоследствии в пятерку. Была поставлена задача войти в двадцатку. Мы легко с этой задачей справились, но вот она вошла в пятерку. Лучшие библиотекаря. Это, на мой взгляд, высокая оценка. Это примечательный факт, очень радостно, что мы живем в городе, где каждый день с посетителями библиотеки работает одни из лучших библиотекарей не только в округе, но и в России. И библиотека отмечена как одна из лучших вот такой награды. Я думаю, что удивлять нашей библиотечной системы будет еще не раз, и в этом году, и в следующих. Следите за информацией, которую размещают на сайте, которую легко найти, запомните, и вы уже многие о нем знаете. Мы будем на своем портале также стараться информировать своих посетителей о ближайших мероприятиях. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Я приглашаю всех в библиотеки города. Спасибо.